здравствуйте друзья вот этот вопросик спрашивают какой процент от сева на вступительным тесте я хочу сказать теста там господи назвать его тестом даже неудобно но тем не менее там несколько вопросиков таких самых базовых на на пользовательские навыки элементарны и отсеивается процентов 30 людей которые приходят эти вот приходит 30 человек которые хотят работать в компьютерной индустрии они говорят многие что у них дегриф компьютер science они говорят что они много лет работали там что-то вокруг но вот когда ходит там файл сохранить фолдерочек там переименовать там вот такие несложные манипуляции как-то они надолго задумываются в общем не хватает им те 20 минут что и там 15 сколько там тест идет им не хватает что набрать вот те 9 или 10 очков которые значит можно набрать то есть у нас для того чтобы поступить в школу надо набрать 9 или 10 то есть мы ранее было время когда-то мы из семеркой брали на вечерние сейчас такого нет мы сейчас из двух из двух вечерних классов сделали один то есть как бы повысили проходной балл можно сказать конкуренцию поэтому там тоже 9 10 в общем но 30 процентов не могут я знаете иногда там где-то прочитаешь там какой-то помойки типа там миша портнов там лохов разводят чтобы бабла с них набрать вот те на миллион бабла вот он миллион вот это вот в год миллион вот это 30 процентов значит но не хочется сюда в общем не в этом дело я подумал что затем такая вроде как она маленькая меня чем поговорить и тут вчера я проводил тест у нас есть такой тест называется мог интервью он не на отсеивание тест а он на то чтобы поднять аудиторию как бы до уровня прохождения интервью там две процедуры мог он такой более может быть там тест кейсы баг репорты и проекты а клиренс следующий уровень это когда он уже рассказывает о себе почему он в профессию попал тоже очень важно если если вы на на проколитесь на том зачем вам это нужно то уже не важно что вы там знаете поэтому так вот двух уровней такая процедура я проводил вчера этот мог и вот у меня сложилось впечатление от проведения этого бога вот с вопросом о о том какой процент значит отсева дело в том что к сожалению ну да отсев позволяет не брать на курс тех людей которые не в состоянии учиться потому что опыт показывает чудовищную корреляцию невероятно высокую вот этого теста с последующей успешностью человек который не умеет быстренько манипулировать вот там файлами фолдерами он не в состоянии за педагогом в классе поспевать он просто выпадает сразу поэтому тут понятно но дело в том что человек который хорошо сдал тест там надо тоже девятку или десятку совершенно не обязательно мотивирован как бы вот до такого уровня чтобы еще и заниматься тоже вот эта тонкость интересно значит да короче мог срочно назначили какой-то дополнительный мог обычно у нас есть в 10 часов и в час а тут нас начали еще один в 3 то есть откуда там взялось больше желающих там я не знаю что такое там обычно намок и на клиренс назначают там ну 7 ну максимум 8 человек потому что не хватает времени нужно так с каждым поговорить короче назначили три вот на этот день я веду первые два вообще надо сказать что педагогам и мне как администрации как бы очень важно проводить вот эти моки клиренсы чтобы мы видели наш продукт там же народ как бы не только наш вот что мы не только что в классе проводишь который ты ведешь а так вот народ из разных групп там 33 дневные там одна вечерняя ну то есть есть как бы представительство таскать разные ты видишь например различия между разными педагогами как они разные вещи подают там и так далее тонкости не то что это фундаментально так по мелочи ты видишь разница опыт разные в разных компаниях работали в эти по-разному кое-что показывают хорошо и вот мы это все видим смотрим обсуждаем потом ну короче назначили три вместо двух то есть чтоб еще восемь человек лишних в этот день пропустить дополнительных у меня в первой группе у меня пришло шесть человек из восьми а во второй которая на час дня мне назначили было трое вот так они спешат и так они и не хватает не хватает не хватает надо создать какие-то ну ну создали ну хорошо ладно значит дальше задаю задачку я задачку сейчас так потихонечку разберу значит мог состоять начинается не состоит но начинается с разговора о том что вот вам какой-то там интерфейский какая-то функциональность вот маленькая простенькая простенькая надо записать багри портик но мы говорим что они работают вот чего-то не работает надо написать багри портик и надо написать тест кейс оставшееся время после багри порта там скажем полчаса бывает 40 минут им дают то есть времени но просто в избытке я знаю можно пять раз таких задачах наделать но тест кейс хорошо первое они списывают значит так вроде мы там все убрали стали не стал и чистый но у каждого в кармане там по по селфону и вот они значит там а мы же видим мы может там и не сидим но если бы у нас еще и камеры стоят что же так но списывает да хоть бы списать тоже мог нам не то чтобы жалко потому что мы потом в разговоре там все это вылезает сразу и все но я просто вот рассказываю как бы уровень отношения степень как бы отношения значит дальше задачка вот я вчера давал задачку задачка такая в ноутпеде почему ноутпед ну как бы все знают ноутпед что там вот ноутпед в ноутпеде есть так такой диал диалог бокс такая функция называется go to line да то есть вы можете вы идете edit go to или там go to line как он там называется и открывается диалог бокс и все что в нем есть это одно поле и одна кнопка может быть там две кнопки да там cancel вот значит одна кнопка в поле вы пишете номер строчки допустим у вас документы в нем там 100000 там строчек выгодите мне там пятьдесят две тысячи сто тридцать третью нажимаете кнопочку и бах у вас mouse pointer значит отправляется в начало этой строчки вот собственно вся вся функциональ ну я баг репортик предложил что вот когда нажимаешь там когда вводишь номер строчки то он уходит на следующую на следующую допустим набрал 15 а mouse pointer ушел значит на 16 и так далее написать такой баг репортик и дальше написать тест кейс значит я я чтобы народ не напрягать значит сразу могу сказать чего от них ожидалось на самом деле значит первое первый тест кейс там еще важен порядок вот когда ты на интервью на тестах там важно не только тест кейсы правильные но еще что в каком порядке идут потому что у теста обычно времени не хватает и он никогда все все сразу не успевает сделать значит вот приоритизации значит первым идет самый главный тест какой самый главный самый главный это такой что если берут не работает нет смысла уже ничего тестировать дальше то есть рачу создана вещь называется happy path так сленговое такое название happy path что это это набрал номер строчки попал на эту строчку если уже это не работает уже нет смысла дальше ладно чего еще есть ну например да куда естественно какие то создать данные чтобы можно было тестировать например вы говорите я там создаю документ в котором там 20 строчек например и тогда вы первым тест кейсом вы говорите хорошо пишите 10 строчку попал на десятую строчку второй тест кейс я смотрю где у меня границы этого всего я говорю давай попробуем двадцатую и должно прийти и 21 на 21 должно быть сообщение что ты вот пытаюсь вышел за рамки на свет того диапазона который тебе дал хорошо другая граница соответственно пишешь единичку он должен туда прийти пишешь нолик он должен тебе сказать то же самое или он должен не принимать 0 например да вот разными способами можно сделать вот у тебя вот пять пять тест кейсов так значит дальше что можно сделать можно сказать а что если в этом поле вообще ничего нет например пустое 66 тест кейсов дальше значит мы говорим а что если бы туда написали не диджет да не цифру а может быть буковку вот буковку один тест кейс и значок спешил корректер другой тест кейс вот еще 28 но еще два например если эту буковку не написал а например я ее откуда-то копия туда я ее пейс это тоже часто очень часто бывает что напечатать не дает а допустим пейс можно я уже даже об этом не говорю это уже можно сказать экрана клебе с маслом ну так конечно если человек реально знает что такое ноутбит и пользовался когда-нибудь вот этим вот этой функциональностью то он знает что например когда ты открываешь этот дайлок бокс да вот там edit go to и он открывается и там уже написано кое-что это называется дефолт value значит по дефолту там будет номер той строчки где mouse pointer стоял в момент открытия если да pointer был там на пятой строчке открывается там будет написано 5 но это уже хлеб с маслом я с икрой с я не нас черные красные еще лицом туда это уже никто даже и не не ждет и не думает там еще кое-что есть это я не касаюсь но казалось бы ну ну напину 5 тест кейсов напиши ну что-то напиши желательно в хорошем порядке да самое интересное тут еще лучше самое интересное в том что у нас есть место такое где лежат вопросы 21 вопрос с ответами подробно ответы расписаны и и вот это то чего часто спрашивают ну например вот этот до диалог этот интерфейс или еще например там логин паспорт такого плана там где-то штук 5-6 вот есть разбираются с тест кейсами есть там по видам тестирования там regression там я не знаю грейбокс ну что 21 вопрос и мы говорим вот это те вопросы и вот эти 21 мы оттуда берем вопросы они оттуда все вот подготовка состоит в том что надо вот эти 21 выучить ну и вот я хочу сказать что девять человек пришли до вдох в двух этих значит заседаниях пленарных значит вот было на 6 человек потом 3 не один из 9 половина из них уже не первый раз пришли они уже провалили там кое-кто и четвертый раз и пятый кто кто-то и 2 и 3 и каждый раз когда они значит вот это проваливают им тоже говорят вот ребята надо подготовиться вот есть вот это место вот там все вопросы но уже уже разберитесь ну и вот значит нет не получается еще и список список списать не может боже это же до чего мы дожили что уже уже списывает и не не может списать тут на случай был человек значит там тест сдавал так он написал селениум а селениум это теста там и шинду инструмента кона уже и химический элемент так вот и он где-то там населением нашел там на гугле что пишет химический элемент встречающийся в таких таких там сочетаниях пропорциях веществах там и так далее так далее вот написал то есть я хочу сказать часто вот на форумах или там где-то пишут там попросит чек знает ему как google тех помощи да там до google не поможет google пользоваться надо уметь многие люди думают что они что-то знают или что они какие-то умные очень что от того что у них есть google до те google ну как бы ну и есть молодец и чего ну вот так что дам тест кейсы мне знаете что напоминает еще когда начинаешь спрашивать бывает чек вы вызубрил значит он вызубрил и так хорошо написал потом уже начинается разговор после этого и там любой вопрос и он бах и себе рушится ну то есть полностью ну вот понимаете к сожалению мало мало вызубрить вот эти ты потом получаешь там driver's license какой-то вызубрил сдал пожалуйста можешь выезжать на дорогу или там сертификационный какой-то microsoft сертифайт там чего-то ну я не наезжаю на microsoft любой вызубрил сдал я не знаю можно ли вызубрить те тесты но может быть можно наверно можно вот здесь чтобы работать вызубрить то мало ты же те же должны взять там же разговор происходит ты ты не можешь под разговор вызубрить вызубрить ты можешь под какой-то механический тест где робот принимать и я вспоминаю был такой анекдот я часто анекдоты разные по ассоциации возникают вот фурманов идет играть петь вот смотри загадка какая сколько ты можешь съесть яиц натощак петь говорит ягод и десяток могу видишь петь как получается это только одно ты можешь натощак потому что остальные уже не будут натощак а вот и гид под кузьмил то гид петька и ну думает на ком значит от дуплицы тут василий иванович василий иванович вот вопрос тебе задам загадку такую хохмуру сказал и вот я постоянно так то все чувствую вот как только меняешь немножко вопрос сразу все да и вот к вопросу о тесте сколько народу проваливают там тест да какая разница сколько там народу их вы доходим доход 90 процентов вы провалила проблема в том что те кто сдали приходит 9 человек и ни один не подготовился пальцем на палец не ударил мы те чтобы сделать то что ему сказали потому что уже несколько раз уже провалил и пишут они эти тест кейсы значит по наитию они потому как им там а там есть некоторые технологии он должен там рекламе написать ну чтобы показать что он тест кейс не от балды пишет а вот он вот под эти требования вот вот такие тест кейсы показать надо класс какой-то уровень там способность там и так далее да что вы что делать правда вот вопрос сколько тест кейсов может написать наш студент натощак такая мысль возникла да я не хочу сказать что это тотально так вот не занимаются люди ну так чё тест вопросу о тестах значит конечно отсеивать надо и все американские учебные заведения я думаю не только американские они на этом стоят не сдал значит отсеялся не сдал отсеялся они должны испугаться и готовиться или я не знаю что должно происходить но мы-то всегда исходили из того что у нас люди взрослые и они может быть давно учились в последний раз может быть им надо ну у них больше времени занимает может быть надо два раза послушать слушай на здоровье то есть мы исходили из того что надо дать людям возможность наверстать что-то же что допустим они должны наверстать а вот у них так в руках нету как бы а наверстать вот могут ай чё-то я смотрю не нет и тест хорошо сдаются и не работает концепция так что не знаю чё и делать да так что ладно счастлива приехал я на работу